Доброе утро. В Библии написано, что люди, большинство людей, смотрят и не видят, слушают и не слышат. Как-то в меня не попадали эти слова какое-то время. Как-то я их не воспринимал. А теперь я очень четко, отчетливо осознаю, что это именно так. Люди смотрят и не видят. Они слушают и не слышат. Поэтому они так живут, большинство с вами. Вот мы с вами предприниматели. Мы лучшие представители лучшей части общества. Потому что мы думаем не как потребители, а как люди, которые продвигают ценности на рынок. Это большая прерогатива, это ответственность и это почетно. Это свидетельство о том, что у нас в голове мозги. Что мы думаем по-особому. Мы особой категории людей. Мы предприниматели. Но почему большинство из нас, несмотря на такой высокий статус, думать как предприниматели, почему мы смотрим и не видим, почему мы слушаем и не слышим. Загадка природы. Никогда, наверное, не разгадать эту загадку. Ну, чтобы понятно было, поясню мысль свою таким образом. Сумбурно несколько я рассуждаю, но... Зато по-человечески. Один человек, известный очень человек, выступил с речью во многих странах мира несколько тысяч раз и всегда произносил одну и ту же, рассказывал одну и ту же историю. И вокруг нее выстраивал все разнообразные дела, разнообразные выводы. Но смысл всегда сводился к тому, что нужно видеть, а не просто смотреть. Что нужно слушать. Слышать, а не просто служить. Нужно смотреть, что у тебя под носом, какие у тебя есть возможности. А они всегда есть. С точки зрения бизнеса. Он рассказал такую историю об алмазной лихорадке в Южной Африке. Ну, вы знаете, что когда-то в Америке была лихорадка, и это было просто сумасшествие, золотая лихорадка. Тогда просто это отдельный пост будет вот по этому поводу у меня уже как бы подготовлено. Это просто сумасшествие, когда все просто бросали все, что было. Фермеры бросали, животных уходили, учителя прямо выходили из класса, оставляли учеников. Страховые компании закрывались, водители, значит, там, какие-то транспорты уходили. Короче говоря, все останавливалось, люди просто брали в руки лопаты, кайлы, повозки, садились и перлись, потому что лихорадка. И вот в Африке такая же лихорадка началась алмазная. Один человек нашел в джунглях где-то там алмазы, разбогател, и все как с ума посходили. И герой нашего рассказа, будучи фермером, продал, известная история, продал свое фермерское хозяйство, взял деньги и поперся, нанял людей, навьючил животных и поперся бить канавы и искать алмазы. Два года или сколько-то там он пробыл, все деньги израсходовал, силы потерял, надежду утратил, вернулся домой и узнал, что на том участке, где увидел на своем участке, на своем фермерском хозяйстве, которое он продал, вместо фермы стоят шахты, которые добывают алмазы. Это оказалось, место, которое он продал, самое богатое в истории человечества на земле, место, где алмазы прямо на поверхности, их даже просто руками можно брать. И тот человек, который у него купил это хозяйство, значит, фермерское, обнаружил эти камни и случайно узнал, что это алмазы, и он страшно разбогател. Вот такая история. Все мы занимаемся каким-то делом, все мы имеем в голове главную генеральную мысль зарабатывать больше денег, получать больше прибыли. Ну, чтобы помогать другим, чтобы лучше жить, чтобы, ну, короче говоря, ясно зачем-то. Но почему-то не все хотят, хотят делать вещи, которые действительно ведут их к деньгам. Абсолютное большинство не имеет денег не потому, что что-то не понимает даже, или чего-то не видит, а просто не хотят, осознанно или неосознанно, выходить из комфортной зоны и продолжают делать то, что их давно уже не удовлетворяет, давно не дает прибыли, давно уже никакой радости финансовой, моральной, там, и любой другой не приносит, но просто по привычке, лишь бы ничего не менять, чтобы не быть в дискомфорте каком-то. А некоторые не видят. Вот я, например, нужно, чтобы в голове сложились какие-то пазлы, нужно, чтобы сложилось какой-то состав. Вот представьте себе, химик какой-нибудь, исследователь делает какие-то испытания, и вот наложил разных составляющих, смешал их, а реакции не происходит. Чего-то не хватает. Маленькие крупинки какой-то катализатора, и вспыхнуло, или там какая-то реакция нужная произошла. То есть, чего-то не хватает. Я тысячу раз повторил, и в том числе здесь, на этом блоге, о том, что для того, чтобы предприниматель был успешным, бизнесмен имел финансовый успех, он должен найти товар или услугу, которая востребована огромным количеством людей, как можно больше. И чтобы его услуга была дешевой, эффективной, качественной, и все. И больше ничего не надо. Нужду надо удовлетворить, потребность людей надо удовлетворить. Вот в чем фишка. И теперь, вот я рассуждаю таким образом. Ну давайте, вот я вот хочу разбогатеть для того, что, ну короче, неважно, хочу стать богатым. Я хочу прорваться в нашей индустрии, в сетевом бизнесе, потому что я считаю, что это лучший вид бизнеса для обыкновенных людей. И я думаю, так, значит, что мне нужно сделать? Мне нужно посмотреть, в чем нужда острая у людей. В чем? Я перебираю, 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 смотрю, ну в чем люди нуждаются? Ну о чем они все время говорят? О чем у них страдания? Где, 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 где тот товар или услуга, которая может им помочь? Сейчас кризис. В условиях кризиса, я уже повторял тысячу раз, мобильная связь, интернет и автомобиль, это вещи, на которые всегда будут люди тратиться. И вот я нашел, я нашел, я вдруг понял, для меня вдруг открылось, что алмазы лежат прямо под ногами. Просто нужно было открыть глаза и уши. Нужно, чтобы в химическом составе какая-то составляющая должна быть добавлена. Вот она, эта составляющая. Я вдруг открыл для себя, совершенно неожиданно, что, что оказывается, я могу помочь миллионам, десяткам и сотням миллионов людей сэкономить на затратах, которые неизбежны для того, чтобы ездить на автомобилях. Все хотят автомобиль, все любят этот вид транспорта, все расходуют деньги на бензин, и все мечтают о том, чтобы сэкономить. А многие еще и на этом хотят заработать. И вот я нашел. Значит, надо было мне, надо было мне, я что, раньше этого не знал? Знал. Мне надо было раньше проанализировать, подумать, сесть и сказать, вот я чем занимаюсь, что я продвигаю на рынок. Хорошее дело? Да, хорошее. Нужное? Нужное. Большому количеству людей? Нет, не очень. А есть товар, который нужен большему количеству людей? Есть. Какой? Косметика, допустим, пищевые добавки, бриллианты, я не знаю, кофе или какао или шоколад, или там, я не знаю, ну что, ну что, 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 прокладки. Знаменитые, притчевые из этих, электронные продукты. Нужные людям, нужные, многим? Нет, не многим. Многим, но далеко не всем. А сэкономить, сэкономить, да еще на топливе. Все хотят машину, все. Во всяком случае, кто-нибудь в семье да хочет. Значит, в семье должна быть машина. Сколько семей? Все тратят деньги на бензин и каждый раз, с сожалению, это делают. Если я помогу этим людям, да я же страшно разбогатею. А есть продукт, который помогает это и реально работает? Оказывается, есть. Вот чего я не знал. Бриллианты, э, бриллианты, алмазы, золото, богатство под ногами. Надо открыть свои уши, открыть свои глаза, подумать и сказать себе, Боже! Всего вам доброго!